МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И обо всем, что привлекло наше внимание на этой неделе, вы узнаете в ближайшие 15 минут. Несмотря на то, что долгие праздники давно позади, город не спешит просыпаться. Не балует нас событиями и культурная жизнь. Но все-таки кое-что происходит. Так самым ярким событием этой недели стала презентация книги, посвященная истории рода Живаго. Живаго достаточно редкая фамилия, но она хорошо известна в Рязани в основном благодаря заслугам одного из представителей рода, Сергея Фанасьевича, по инициативе и на средство которого в нашем городе в 1863 году был учрежден Общественный городской банк. Именно к 220-летию со дня рождения Сергея Живаго, который отмечался в 2014 году, и стал приурочен выход книги «Живаго. История рода. История банка». Ее презентация прошла на днях в библиотеке имени Горького. Авторы книги Ирина Кусова и Галина Чехваркина занимаются исследованием этого рода уже не одно десятилетие. Достойнейшие люди, которые многое сделали для Рязани и для решения социальных проблем города, просто не могли не привлечь внимания исследователей. Тем более, что именно в нашем городе происходило становление этого древнего рода. Еще в конце XVI века, это вообще уникальный случай, когда удалось проследить историю одной фамилии на протяжении 14 поколений. Здесь они зачинались, здесь они как бы разрослись, и уже отсюда они перебрались в Москву в основном. То есть и сегодня потомки, то есть есть связь с потомками, они все в основном проживают в Москве по мужской линии, а по женской линии Живаги у нас по всему миру. То есть это и Европа, и Соединенные Штаты, и Австралия. Так что чрезвычайно интересная фамилия, чрезвычайно интересные люди. Первое издание книги под названием «История рода Живага» вышло в 1994 году. И изначально авторы хотели просто переиздать ее. Однако получилось немного иначе. Ну, знаете, как бывает, планируешь одно, а на деле получается. То есть здесь новенькое что-то появилось, ну как его не вставить, здесь новенькое. Сейчас очень техника много возможностей предоставляет, очень много фотографий. То есть в той первой книжке, которую мы с Галиной Николаевной издали, было немного фотографий. А здесь мы, так сказать, все, что могли, там более ста фотографий. Книга состоит из двух вполне самостоятельных частей. В первой рассказывается об истории рода, а вторая посвящена непосредственно банку, с которым чаще всего и связывают эту знаменитую фамилию. Однако в Рязани это далеко не единственный объект, который появился благодаря Живага. Конечно же, обязательно нужно говорить про техникум нынешний автотранспортный, который раньше был ремесленным училищем Живага. Надо говорить про родильный дом. У нас сегодня, в общем-то, можно считать правоприемником родильный дом номер один. И более того, я считаю, что он должен носить имя Живага. Ну и, кроме того, помощь Казанскому монастырю тоже важнейшее дело. То есть имя Живага звучит, но все-таки звучит недостаточно, конечно. И очень отрадно, что, допустим, в том же, вот на этом фоне, в общем-то, не очень широкого знания, на этом фоне автотранспортный техникум выглядит приятным исключением. То есть они чтят это имя, они добились, что они носят это имя. И сегодня на презентацию этой книги пришли учащиеся этого техникам, которые будут рассказывать про свою поисковую работу. В работе над книгой авторам помогали и сами представители рода, которые, кстати, стали почетными гостями на этой презентации. Это очень приятно, что о нашей семье такие подробные, интересные книжки. Очень-очень радуют и согревают душу. Спасибо большое за это Рязанской земле и Ирине Гасановне Косовой, и другим сотрудникам, и музеям, и библиотеке, и авторам книги за то, что такой интерес к нашей семье. В планах Ирины Кусовой и Галины Чекваркиной выпуск еще одной, третьей книги. Ведь даже когда этот экземпляр был в издательстве, продолжали появляться новые факты, которыми можно будет дополнить очередное издание. Сейчас наступает такое удивительное время, когда вот-вот должна закончиться зима и начаться долгожданная весна. Между тем, в Рязани есть место, где можно окунуться сразу во все времена года. Кроме того, там еще можно узнать об особенностях флоры и фауны нашего края. Постоянную экспозицию в Рязанском Кремле «Человек и природа» наверняка многие из нас помнят еще с детства. Сколько восторга у нас вызывали животные и птицы, которые казались живыми. Сколько вопросов возникало при виде таких необычных экспонатов. Как далеко уносила нас фантазия при одном только взгляде на скелет мамонта. Кстати, и сегодня именно он встречает посетителей этой экспозиции и остается одним из самых известных и больших экспонатов. Этот скелет собран из костей нескольких подобных животных, чьи останки были найдены в начале века на территории Рязанской области. А в музей этот экспонат попал в 1918 году. Правда, в начале располагался он во дворце Олега, но с начала 90-х стал открывать экспозицию «Человека природы». Когда-то, 10 тысяч лет назад, на территории нашей области были совсем другие природные условия, которые позволяли выживать вот таким интересным существам, как мамонты, шерстистые носороги, у нас представлен его череп, большероги, олени, пещерные медведи. Конечно, в вымирании этих животных таит в себе много загадок, которые еще до сих пор не решены учеными. И посетители, которые приходят к нам, могут узнать, ну, что-то об этих животных, раскрыть какие-то секреты их для себя. Секреты таят в себе не только особенности уже вымерших животных, но и ныне существующих. Так, например, на втором этаже вас ждет рассказ о выхухоле. Этот, казалось бы, ничем не примечательный зверек как раз во времена мамонтов был очень распространен на территории Евразии. Сегодня же мы можем увидеть его крайне редко. Начало массового истребления выхухоли было положено еще в XIX веке. К сожалению, появилась мода на выхухолевый мех. И десятки и тысячи этих зверков убивали ради того, чтобы сделать себе какие-то элементы одежды. А еще одной особенностью выхухоли является мускусная железа, находящаяся у нее под хвостом. Мускус использовали в парфюмерии и когда-то выхухоли хвостики, хранили в сундуках с одеждой, чтобы придать одежде приятный запах. В том числе для охраны этого зверька в 1935 году был создан Окский заповедник. Хотя сегодня главной его гордостью являются зубры. Когда-то эти огромные животные обитали в нашей области, но активная охота человека на зубров привела к их вымиранию. Сегодня узнать больше об этих гигантах можно в зале редких видов. Существует такая легенда среди сотрудников музея, что в заповеднике когда-то жили два зубра. Оба они назывались на букву М, так положено по разведению этих животных. Ну, допустим, Мурманск и Муромец. В результате драки между самцами, который происходил весной, когда они завоевывают внимание самок, один из них получил тяжелое ранение и, к сожалению, умер. И как раз этот зубр сейчас перед нами. Скорее всего, звали его когда-то в Мурманск. Большая часть этой экспозиции создавалась одним из старейших сотрудников музея, Владимиром Ерошиным. Совсем недавно он отметил свое 75-летие. А в стенах музея он трудится уже около 50 лет. Он обладает достаточно редкой в наше время и даже в те времена профессией таксидермист. Тексидермист – это человек, который может сделать чучело животного. Но мы называем тексидермиста, особенно нашего Владимира Александровича, сообразным художником. Ведь нужно не просто сохранить животного и воссоздать его облик, но сделать так, чтобы животное казалось живым. У наших зверей в экспозиции достаточно серьезные или задумчивые выражения их лиц. И поэтому посетитель даже иногда ему кажется, что находится в живой природе. Так работать с телами и шкурами животных могут только люди, которые хорошо знают их повадки. Владимир Александрович, ко всему прочему, является зоологом и охотником, так что многие экспонаты были добыты им самим. Я считаю, что наша экспозиция одна из самых красивых и созданных настолько с душой, что многие люди, делая фотографии наших диорам и биогрупп, потом дома показывают их как настоящие уголки живой природы. Действительно, здесь все сделано с такой точностью и скурпулезностью, что порой трудно бывает отличить, где мы находимся – в застывшей экспозиции музея или на опушке леса. Ну а герои нашего следующего сюжета, несмотря на то, что они не ткут и не вяжут, тоже обращаются к истокам нашей культуры в своем творчестве. На днях наша съемочная группа побывала в гостях у фольклорно-этнографического театра «Русич». Фольклор – это то, что сопровождало наших предков по жизни – от рождения до смерти. Фольклор – это то, о чем сегодня мы редко вспоминаем. Фольклор – это наши корни, которые мы, к сожалению, почти забыли. Но иногда вспомнить об устном народном творчестве нам помогают дети, которые открыты не только для всего нового, но и для хорошо забытого старого. А я вам сегодня старину скажу, старину скажу, да стародавнюю. Было то давным-давнехонько, в той земле заповеданной, где пеший человек не прохаживал, на коню никто да не объешивал, ехал Егорий храбрый ко земле светло-русской. Егорий святой Богу молился, великую скорбь перенес он за мазь, за свою родную. Его вопилы пилили, в топоры рубили, у пил зубья пошибались, а у топоров лесье да опух выбивались, а Егорию ничего не делось. Полина занимается в фольклорно-этнографическом театре «Русич» уже на протяжении пяти лет. В этом году на фестивале «Зимняя сказка», который проходил в Великом Устюге, она стала лауреатом первой степени. Так высоко судьи оценили ее исполнение сказания о Егоре храбром. Я очень сильно радовалась, и я увидела радостное лицо Алевтины Васильевны, и я поняла, что я могу, я могу получить первое место. Алевтина Никитина – руководитель этого объединения по профессии учитель истории. Трудовую деятельность она начинала в 90-е годы. Тогда она старалась сделать свои уроки интересными, необычными. Ну, я человек творческий, неординарный, можно сказать. Поэтому были уроки, когда я просто превращала эти уроки в спектакли. А потом мы для того, чтобы лучше узнать историю родного края, стали придумывать праздник русской старины. Мы назвали серию этих праздников именно так – праздники русской старины. Можно сказать, что именно тогда и зародился этот коллектив. А чуть позже встал вопрос – как его назвать? Мы проводим спектакли. А раз спектакли, то получается, что это уже театр. Мы проводим не простые спектакли, а исторические, да? То есть связанные с историей родного края, с историей родного города. Поэтому получается, что здесь уже этнография. Ну, а поем-то народные песни и сказки, и прибаутки. Вот так по крупицам и сложился фольклорно-этнотрофический театр. Ну, а назвать его решено «Булы Русич». Ведь в своем творчестве ребята и их руководители говорят о России, о Малой Родине, о Рязанщине. И каждый свой рассказ они превращают в маленькое представление, которое рисует яркие картины ушедшего уклада жизни наших предков. Часто в основу этнографических спектаклей ложатся исторические события, предания и даже календарные праздники Руси – масленицы, троица, святки. Было время, когда мы с детьми ходили по микрорайону, восстанавливали обряд календования. Ходили по подъездам и бабулькам рассказывали, что ж такое, кто такие календарные, кто такие календарные, зачем мы пришли, почему мы песни поем. Некоторые даже в те годы и не знали, что это такое. Коллектив существует уже около 20 лет. В сложные 90-е годы у них не было своего аккомпаниатора, и даже костюмы приходилось шить самим из флагов Советского Союза. Не было ткани, где было ее купить, и не на что фактически ее было купить. Поэтому вырезали там, где можно, и вот из этого шелка Советский Союз распался. Я, помню, пришла к завхозу, она не дает эти костюмы, вернее, не дает эти флаги. Я говорю, почему вы не даете? Директор разрешил. Она говорит, вдруг Советский Союз вернется. Яр-Советский Союз вернется, дадут новые. Сегодня же ребята выступают в красочных костюмах и завоевывают призы в различных конкурсах. На последнем фестивале «Зимняя сказка» они получили награды сразу в трех номинациях – театр, вокал и художественное слово. Наверняка впереди их ждет еще не одна победа и не одна награда. Ну а самое главное – знание истории и исконно русских традиций они уже получили. На этом наша программа подходит к концу. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю в Калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!